Приветище, это Субначка Белуфзеру, и мы продолжаем наше с тобой путешествие по подводному миру. В прошлой серии мы с тобой обнаружили сигнал бедствия, который находится на глубине 200 метров, а станция Дельта на расстоянии 600 метров. В любом случае, сегодня мы плывем до станции Дельта, и будем прислушиваться к этому сигналу. Давай послушаем, как он звучит. Мы с тобой выяснили, что это азбука Морзе. В комментариях уже кто-то попытался расшифровать, мол, это сигнал СОС. Но поскольку я не знаю азбуки Морзе, сказать точно, СОС ли это или не СОС, я не могу, потому что не знаю. Ладненько, хорош разглагольствовать, поплыли к станции Дельта. Единственный нюанс, это то, что если мы все-таки встретим сигнал СОС, сигнал бедствия, то мы до него в любом случае добраться, скорее всего, не сможем, потому что глубина в 200 метров для нас непреодолима. Вспомнить хотя бы прошлое видео, когда мы опустили с тобой на глубину 100 метров, и там кислород сжался, и его стало категорически мало. Короче, если мы на 200 спустимся, то там кислорода вообще нам не хватит. И никакие воздушные пузыри нас там не спасут. Значит, плывем на причал станции Дельта. Ты это слышишь? Я в наушниках сижу, я слышу сигнал СОС. Вот опять. Сигнал где-то в этой области. Вот это поворот! Можно сейчас убить двух зайцев разом, если мы опустимся на глубину 200 метров. Еще я тут заметил вот этот вот обломок. Что это такое? Давай проверим. Фрагмент морехода. Если меня не изменяет память, то из него мы можем сделать подводный паровоз. Мы нашли одну деталь из трех, и, пожалуй, стоит тут полазить и найти оставшиеся две. Гляди-ка. Новая рыбка. Ее сейчас отсканируем. Арктический скат. Слышу звуки гигантских подводных животных. А это у нас что такое? А, это нам пригодится, кстати. Надо ножиком собрать, но сперва отканить. О! Здесь сигнал еще сильнее. 30 секунд. Ладно, всплываем, всплываем, всплываем. Подожди. Не будем тратить батарейку. Давай, воздушный шар. Поднимай нас. О, как быстренько. Здорово. Так. Короче, сигнал где-то прямо вот здесь вот, рядышком. Прям вот-вот он. Я его слышу все сильнее и сильнее. Смотри, какая рыбина большая там плавает. Ё-моё, а это что такое? Это что такое там? Блинский. Я просто вот этих рыб огромных боюсь. Как акулы. Здоровые. Могут куснуть так, что мало не покажется. Ты за мной погонишься? Чукча. Он может за мной погнаться. Уже хочет меня сожрать. Блин, ну уходим. Улепетываем. Улепетываем. А еще я пить хочу. Сейчас я почитаю про вот эту рыбину здоровую. Но кусту у меня, короче, знатно. Морская обезьяна, знаем. Платоядный, может тут? Злобная акул. А, так это есть акула. Обычный, похожий на акулу-хищник с низким интеллектом. Ее относительно... Блин, я замерзаю. Я замерзаю на поверхности. Так, ее относительно обтекаемое тело придает хорошую подвижность в замкнутых пространствах. Желто-бирюзовая окраска обеспечивает маскировку на мелководье. Плавает медленно. Предпочитает устраивать засаду на мелких рыб сверху. Оценка незначительная угроза. Ну, значит, можно туда подобраться. Можно подобраться к обломкам. А где я-то видел-то? Где я обломки-то видел? Блин! Потерялся я! Еще этот сигнал так прям вот уши режет. Он прям где-то здесь. Прям где-то здесь. Черт, подери. Короче, это было на глубине 100 метров. Это 100%. Я вот уже спустился на эту глубину. Внимание! Пройдено отметком 100 метров. Эффективность веществорода слизилась. Спасибо. Вот они, эти акулы плавают где-то здесь. Вот она. Вот она, эта станция. Сейчас мы ее сканируем по-тихому. А лучше туда заплывем прямо. И изнутри отсканим. А, капсулу саму надо изнутри, наверное, сканировать. Окно тоже отсканим. Давай, сканируйся быстрее. Так, тут все. Здесь взять больше нечего. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Помчали отсюда скорее, пока нас не сожрали. Кислород, кислород, кислород. Где-то воздух был. Я видел воздух, 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 воздух. Вон, туда нам надо. До плыву, не до плыву? Давай! Давай! Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть-чуть. Не смог. Не смог я доплыть. Долго искал этот воздушный шар. Потерял вроде бы не сильно много. А именно брошенный маяк. Я, короче, когда умирал, бросил случайно маяк. И это круто. Это очень круто. Потому что теперь мои брошенные запасы будет очень легко найти. Знаешь, что я думаю? Что нужно все-таки набрать пузырьков. Пузырьчатых рыб. Поскольку они восполняют кислород все-таки. Я вспомнил это. Я когда схавал одну рыбину, я восполнил себе запас кислорода. Но, правда, обезвоживание быстро наступает. Потому что они соленые же. Вот. Вот этих пузырьков надо собрать побольше. Спускаемся вниз. Снова появился этот сигнал. Азбуки Морзо. Где мой маяк-то? Маяк, 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 маяк. Вот здесь вот он. Вот он плавает. Так, здорово. Всплываем сейчас наверх. Подполним кислородик. И, наверное, стоит заменить батарейку в нашем глайдере, да? 1% остался. Я думаю, что мы заменим все-таки батарейку. Вот так. Все, поплыли вниз. Вижу кислородный шар вон снизу. Внимание, байдена отметка 100 метров. И фишчинность кислорода снизилась. Открываем вот эту штуку. Кислородный баллон в высокой емкости. Это здорово. Это здорово. Отсканить я здесь больше вроде ничего не могу. Хотя что-то можно было, когда здесь... О, вот что можно было. Без фонарика тут, конечно, фильтрованная вода. Это здорово. Все. Вроде бы я здесь все сканировал. Солнечная панель какая-то появилась. Быстрее до кислородного шарика. Быстрее, быстрее, быстрее. Он здесь был, внизу. Есть. И теперь поднимаемся на поверхность. На поверхность быстрее, чтобы нас рыба не сожрала. Опа, закончился у нас пузырь подъемный. Ну, сейчас восполним. Все набрали, все заполнили. И теперь отправляемся на глубину 200 метров. Поскольку воздушные шары здесь есть, их очень много. Если я не затуплю, то мы должны выжить на этой глубине. Так что можно назвать это экспериментом. Экспериментом над собой. И мне вот очень любопытно, смогу ли я тут... О, смотри, здесь есть. Здорово. Смогу ли я тут выжить? С малой емкостью своего кислородного баллона. Еще один кислородный шар. Внимание! Вроде на отметках 200 метров. И эффективность кислорода значительно снизилась. КПК Альтеры нашли. Я на глубине 200 метров. И что-то мне тут ссыкотно. Очень ссыкотно. Какие-то звуки стрёмные. Очень, очень стрёмные. Ё-моё, какая тут рыбина плавает. Да или это акула? О-о-о-о, блин, как стрёмно. Что такое? Капец. Какая-то фигня с дна схватила меня своими щупальцами. Прикинь. Нафиг. Где шары кислородные? Кислородные шары. Кислородные шары. Ё-моё. Ссыкую. Так, 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 так. Есть. Сховали. Все, нафиг. Нафиг отсюда. Меня пузырь очень сильно спас. Я мог задохнуться. У-у-у. Уходим, нафиг. Не. По-любому, короче, надо большой ёмкости кислородный баллон делать и потом сюда возвращаться. О, смотри, а это что такое тут у нас? Чё это такое мигает? Обалдеть. Это же останки инопланетной базы. В первой субнатике мы под такой базе бегали. Ну и олды, старые подписчики, помнят, что в раннем доступе в Белую Зеру я тоже бегал по такой базе. Чёрт, на глайдере не успеем. Спасательный шарик. У-у-у. Успели, успели. Так. Ровно под нами инопланетные останки. Давай ещё раз занырнём туда. Ещё нашёл остатки исследовательских баз Альтеры. Сейчас будем сканить. Сейчас будем сканить. Забираем. Что тут у нас? Ребрезёр нашли. Тут ничего нету. Рабочий стол могу отсканить. Меня чуть не сожрало акулу. Что-то ещё тут есть. Снизу ничего. Какие-то быстрые обследующие поиски у меня тут. Оксиджен. Всплываем. А-а-а. Потолок, потолок, потолок. Потолок! Чёрт возьми. Баллон есть где-нибудь? Вот он. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Нет, нет, нет. Здесь нету. Вы погибли и потеряли часть вещей. Короче, всё. Сейчас я смотрю, что нужно для баллона. Баллона глубоководного. Глубоководный баллон. Где он у нас? Вот он. Ещё и маска есть. Так, обычный кислородный баллон, стекло, титан и серебряная руда, которую я так и не нашёл. А для маски? Комплект проводов, для которых тоже нужна серебряная руда. Поскольку где-то здесь мы нашли инопланетные останки, я думаю, что мы оставим маяк. Вернее, мы его сейчас заберём и просто переставим туда к инопланетным останкам, чтобы потом сразу же их найти. Внимание, пройдено! Отмен в 100 метров. Эффективность кислорода снизилась. Ого! Плыл-плыл и доплыл до морехода. До его останков. Ещё один обломок и чертёж. Морехода у нас будет в кармане. Можно будет его построить. Гляди-ка, что я приметил. Походу, это последний обломок морехода. Да, это он. Здорово. Чёртова акула. Так и норовит меня сожрать. Собрал останки морехода. И это очень круто. Даже акула мне не помешала. В общем, здесь бросаю маяк. Потом сюда вернусь и будем исследовать эту зону. Когда у меня уже появится глубоководный кислородный баллон. Всё. А мы двигаемся к причалу. И тут много всякого интересного, смотри. Во-первых, у нас тут ландшафт изменился. Во-вторых, тут появились вот такие вот огромные раки. Очень крутые. Надо отсканировать. Надеюсь, он безобидный. И он не размозжит меня своими клешнями. Камнедробитель. Его имя. А ещё я тут видел останки. Вот, смотри. Вот эти вот останки. Морехода. Ну, их мы уже отсканировали давным-давно. Просто получили титан за это. Отсканируем вот эту штуку. Как исследователь нам это интересно. Гидротермальный шпиль. Ну и название. Смотри, смотри. Тут, кстати, где-то лава есть. Вон. Видишь, вон там вот огоньки. Это значит, что там где-то лава. Ого! А это что за рыбина здоровая? Офига себе. Мы почти доплыли, но тут такая рыбина стрёмная. Вон она. Прям как-то очень очково туда подплывать. Всё, причал. Наконец-то мы добрались. Мы добрались, мы добрались. До причала. Вот маяк. Пусть он здесь будет. Пусть будет. Есть КПК. Подбираем. Ну чё? Надо всё это дело потом почитать. То, что мы подобрали. А подобрали мы достаточно. Кофе есть. Круто. Надо отсканить. Как же жить без кофе-то? Который ещё и согревает, к тому же. Сейчас попробуем приготовить себе чашечку кофе. Можно? Не готовит, прикинь. Зажал. Ух, зажал этот автомат кофе. Цилиндрическая колба. На кое-чёрт она у меня. Мусорка. Отсканем. Также скамью отсканем. Оу, я начинаю замерзать. Годно. Тут у нас что? Отдеваю воду. Лампы. И всё. Больше тут ничего сканировать нельзя. Мне нужно занорнуть под воду, либо добежать до чего-то согревающего. Давай сейчас под воду занорнём. Погреемся. Ой, да. Вот так-то лучше. Под водой всяко теплее. Выбираемся. Это автоматическое сообщение. Если ты это слышишь, значит, ты в комсе на чужую территорию. Если не хочешь неприятностей, проваливай отсюда. Ну чё началось-то, ё-моё. Капец. Так. По всей видимости, нам сюда надо. Там вон и цветок обогревающий есть. Это хорошо. Ой, спасибо. А жар лилии называется эта штука. Вон он, радиомаяк. Идём туда. Именно к нему нам и надо. Какой он здоровенный. А ещё мне тут как-то не по себе. Слишком безлюдно здесь. Территория тут, конечно, огромная. Надо будет всё обшарить. Верен, тут найдём много интересного и цельного. Опа, стоп, стоп, стоп. Тут у нас чего? Кристаллическая сера. Конечно, забираем. Всё пригодится. Это место очень напоминает зловещее прибежище. Прибежище. Как будто моя бабушка сказала. Может быть, убежище всё-таки. Взять орех подковника. Это есть можно, что ли? Подожди. Подожди, подожди. Здоровье плюс 10, еда плюс 15, вода плюс 5. Нифига себе. Да я сейчас тут обожрусь. День обжираловки, ёкарный. Это прям как шведский стол. Удачно зашёл. All-inclusive, ё-моё, на острове. Всё, объелись. Давай парочку с собой возьмём на всякий пожарный. А чё вот это цветное такое? Что это такое? А, это от цветков. О-о-о, обжёг меня, прикинь. Надо быть поаккуратней. О-о-о-о, смотри, чё нашёл в этой пещере. Какие-то исследовательские инструменты. Фрагмент детектора минералов. Ну, он у меня уже собран. КПК. Кристаллические всякие штуки. Тут ничего не работает. Ладно. Видно, что тут работа кипит. Вниз можно спуститься как-то. А нет, нельзя. Но туда идут провода. Сюда никак. Ну и ладненько. Всё, с этой пещерой закончили. Пойдём на улицу. Блин, а там, кстати, потемнело. Как быстро. О-о-о, святые угодники. Редактор субтитров А.Сёмкин